Добрый вечер, мы с вами продолжаем изучение книги Ишаягу, и я напоминаю, что все свои занятия посвящаю своей жене Либабад Михаэль, ее памяти и возвышению души. Говорят часто, чтобы была память благословением, я говорю, чтобы была память вдохновением, потому что все, что мы вместе сделали, выучили, разобрали и прошли, это для меня действительно вдохновение на всю жизнь. Значит, я продолжаю работать над книгой Малахим Бетт, очень надеюсь ее закончить, я сейчас прохожу по второму разу, я не понимаю, как это так удалось написать, мне кажется, что жена помогает ночью, где-то на компьютере правит то, что я сделал. Это шутка, просто как бы подчеркнуть память о жене и ее заслуги, а мы с вами возвращаемся к книге Ишаягу, к седьмой главе, и посмотрим, что у нас здесь происходит. Да, мы с вами говорили об царе Ахазе, пророчеству Ишаягу, царю Ахазу, когда он выходит к нему, к верхнему водоводу. Мы помним, когда Ахаз доходит к верхнему водоводу и Ишаягу появляется там же, Ахаз размышляет о том, как ввести воды, которые за пределами Рушалаема, чтобы ввести их в Рушалаем. И вот в этот момент появляется Ишаягу. Мы помним, что Ахаз верит в пророчество, но не хочет получать пророчество. Он накрывается какой-то корзиной стиральщиков, потому что он стоит на поле стиральщиков для того, чтобы спрятаться от Ишаягу. Поступок очень детский, как ребенок закрывает глаза, и он думает, что его теперь не видно. Вот примерно так же Ахаз пытается спрятаться от пророка, от Ишаягу. Ишаягу, я напоминаю, он говорит Ахазу, чтобы он не боялся царя Рацина, царя Арама и Пекахребенремальягу, царя Дестиколенного царства, которые объединились против него. И когда Ишаягу чувствует, что Ахаз не принимает его слова, то он просит, говорит Ахазу, чтобы он просил любой знак, что пророчество сбудется. Пророчество состоит в том, что через 65 лет исчезнут и Рацин, и Пекахребенремальягу. И 65 лет – это не 65 лет, считая от этого момента, когда они стоят у верхнего водовода, а это 65 лет, когда, считая от пророка Амоса, от пророчества Амоса, который предсказал падение Северного царства, может быть, первый так ясно и четко предсказал падение Северного царства, это пророк Амос. И вот с этого времени пройдет 65 лет ни того, ни другого царства, ни Дамаска, арам Дамеса, от этого царства не останется ничего, и от Северного царства Дистикален тоже не останется ничего. И опять же от пророчества Амоса и остается год и, может быть, меньше года до тех событий, которые предсказывает Ишаягу, которые должны стать спасением для Ахаза. Ишаягу называет Рацина и Пекар-бен-Рамальягу двумя головяшками дымящимися и говорит Ахазу, чтобы он их не боялся. Но Ахаз не хочет принимать пророчества и не хочет просить даже знака. В действительности мы знаем, что так и произошло, что это несколько позже, естественно, тогда, когда они стоят у водовода, а где-то примерно через год Ашур разгромил Дамесык, а слова Ишаягу, обращенные к Ахазу, они обращены к нему с тем, чтобы он не посылал в Ашур и не просил покровительства Ашура, чтобы он просто положился на Всевышнего. Забегая вперед, Ахаз этого не сделал. Он и в этот момент, когда Ишаягу говорит с ним, он не хочет просить знака у Всевышнего. И мы много раз говорили о психологии человека, если коротко представить себе, что для Ахаза Всевышний – это реальность, безусловно, но он не хочет ему подчиняться, потому что подчинение Всевышнему требует праведности, требует устранения от грехов, требует привести служение в храме Всевышнего, принесение жертв. И Ахаз рассуждает так, что я не выстою в каких-то моментах, и Всевышний пошлет мне наказание. Я предпочитаю опираться на другие силы, которые действуют в мире, и которым поклоняются народы мира, и видно, что они приносят народам мира успех. Мы говорили о том, что возникшая ситуация, она, правда, уже как бы давно возникает, но здесь она обострилась. Возникшая ситуация, она новая в том, что появляется империя, держава, империя, которая угрожает уничтожению как Северного царства, так и Иуды. Это впервые за всю историю. И вот на Адахазом занесен такой меч, и пророк призывает его положиться на Всевышнего, а он предпочитает отказаться от этого и написать письмо об Ашур, он сделает это позже, и просить милости, милости Ашура. Когда он просит милости Ашура, он полагается и на всех богов Ашура. Ашуру было очень важно, чтобы принимали его богов, чтобы принимали его культуру. Ашур видел насаждение своей культуры, прочность своей империи. Политика царей Ашура впервые, она проявилась, такая политика, что те цари, которые им покорялись, они оставляли их на местах, обкладывали большой данью, но оставляли их править в своих странах. Те цари, которые проявляли сопротивление, они их и их население переселяли в другие земли. Это как бы та ситуация. И вот теперь мы стоим в том моменте, когда Ахаз у верхнего водовода, воду воды, которую хочет ввести в пределы Рушалаема, отказывается от знаков, которые Всевышний хочет дать ему, от тех знаков, которые Ишаягу предлагает ему просить. И тогда ответ такой, ответ такой Ишаягу. И сказал пророк, слушайте же дома Давида, мало вам засаждать людям, что вы хотите засаждать и Богу моему. Вы не верите людям, вы, так же, как вы не верите людям, вы хотите не верить Богу. Зато Бог даст сам вам знамение. Вот эта молодая женщина забеременеет и родит сына, и речет ему имя Имануэль. Это известный посуд, на который для Авдиль обираются христиане. И здесь у них, они извлекают из этого, так сказать, информацию, что девушка может родить. Это все проистекает из неверного перевода, который мы с вами здесь избежали заранее. Здесь говорится, ине алмах ара. Вот молодая женщина беременна. Ну, можно сказать, что этому пророку прошедшему времени, это может быть и будущее время. Это пожалуйста, но алма никак не может быть девушкой. Девушка на еврейском языке это батула. Алма это молодая женщина, как я постарался здесь перевести для вас, описал молодая женщина забеременеет и родит сына. И наречет ему имя Имануэль. С нами Бог. Имануэль. С нами Бог. Эль указывает, в отличие от имени Элогим, кажется, что Эль это сокращение от этого имени, это не совсем так. Эль больше указывает на меру милости, ближе к мере милости, чем Элогим, который указывает на меру суда. Имануэль, Бог милостивый, Он с нами. Это имя этого ребенка, который родится, и он будет знаком. Знаком чего? И каким уж таким особым знаком может быть рождение ребенка? Вот другое дело. Если бы солнце остановилось и перестало двигаться до конца дня, а потом сразу зашло, какой-то такой знак, земля бы раступилась, землетрясение было, это был бы знак. А тут рождение ребенка. О чем идет речь? Как это себе представить? Во-первых, нужно представить себе, чей это ребенок. Мог бы быть ребенок Ахаза, как говорят некоторые комментаторы, но я думаю, что это не совсем правильно относительно наших источников. То есть у документаторов иногда есть такая тенденция отрываться от источников. Я предполагаю, предпочитаю держаться источников. Но прежде всего посмотрим такой момент. Для этого я специально чертил стрелку, чтобы мы с вами могли опуститься и попасть в восьмую главу, следующую. И здесь говорится, и приблизился я к пророчице. Это говорит Ишаягу. Интересно, что жена пророка называется пророчицей. Я думаю, что это не так, как сегодня жену рабы называют рабонит. У нее действительно есть пророческий дар или дар близкий к пророческому. Иначе как же она будет соратницей своего мужа, как она ему будет помощью и помощником, как она сможет его понять. А ведь кому как не пророку требуется поддержка и моральная поддержка. И она называется пророчицей. Либо у нее есть пророческий дар, либо она близка к этому и способна понимать пророческие образы, о которых говорит ее муж. И приблизился я к пророчицей. И она зачала и родила сына и обратился ко мне Бог на реке ему имя Маэр Шалаль Хашбаз. Торопится на обычаю, спешат на грабеж. Вот это рождение сына. Сейчас мы посмотрим, мы видим, что Эммануэль здесь не упоминается. Мы сейчас посмотрим, как Эммануэль связан с этим сыном. А теперь мы попытаемся представить, к чему конкретно относится это имя Эммануэль как молитва с нами Бог. То мы видим, что это предсказание о том, что царь Ашура, Сан-Хирив, как мы знаем, вторгнется в Иуду и зальет и заполонит ее как потоп. И это произойдет очень скоро. И вот мы здесь видим и пройдет по Иуде, наводнит ее речь об Ашуре. И размах крыльев его, царя Ашура, во всю ширину земли твоей. То есть пророк представляет его как орла и размах его крылья на всю землю. Как бы тень от него набрасывается на всю землю. Он закрывает солнечный свет. Если представить немножко по-другому, его войска проходят по земле так что от края до края, так что закрывают солнечный свет на земле Израиля. И как молитва звучит имя этого сына Иману Эль. Как бы не были велики войска Ашура, как бы они не были могущественными, «С нами Бог». «С нами Бог». «С нами Бог». Значит, это Имануэль, это предсказание о том, что Всевышний будет воевать против Санхириба. И не даст ему захватить Иуду, как мы потом увидим, Иерушалаем. В основном речь об Иерушалаеме. И как бы это рождение этого ребенка, мы сейчас разберемся аккуратно, совсем рождение этого ребенка, это предсказание о том, что будет чудо, которое спасет Иуду. И все попытки Ахаза добиться покровительства Ашура, они будут бесполезны лишними, даже во вред. И от Ашура спасет Бог. Ты, Иешаял, обратился к Ахазу, что Бог сделает для тебя чудо, спасет. Ты не хочешь знака, вот тебе все равно знак. Это рождение ребенка, и ребенок назван Имануэль. Давайте прежде всего посмотрим, какая связь между двумя упоминаемыми детьми. За это Бог даст вам знамение и наречется имя рожденному ребенку Имануэль. Потом мы видели, что пророк приблизится к пророчице. В восьмой главе и рождается ребенок Шалал-Хижбас. Добыча должна быть быстро разграмлена. Какая связь между двумя этими именами. Нам помогает с этим справиться Шмот-Раба, Медра Шмот-Раба. И он нам говорит. Поэтому Всевышний, благословенно его имя, сказал так, Иешаяку, назови его имя, Майер Шалал-Хижбас, быстро налетят, чтобы разграбить добычу. И будет быстро разграблена и назови имя Айхан Крашмо Имануэль. И назови его еще имя, назови его еще имя Имануэль. Для того, чтобы сказать, что я с ним, как сказано в Еврееве имя, Имо, Заро и так далее. Что я с ним. Значит, мы видим, что это один и тот же ребенок, Помидра Шу, с двумя именами. Одно имя предсказывает быстрое разграбление, это разграбление Дамесик, а затем разграбление Дамесик Ашуром, а затем разграбление падения Северного Царства. И еще тут можно сказать, что быстрое разграбление, оно как бы это имя указывает на то, что войска Сан-Хирива падут под Иерушалаймом и большая добыча падут под Иерушалаймом чудом. 180 тысяч умрет в одну ночь и большая добыча достанется сыновьям Израиля из лагеря Ашура. И тут добыча не только материальная, но и добыча духовная, о которой мы с вами поговорим. То есть для того, чтобы несколько упорядочить все, что мы с вами сказали, скажем, Ахаз Ахаз отказывается от того, чтобы от знамений, которые подтвердят ему, что не стоит бояться Арама и Северного Царства. Он отказывается от этих знамений для того, чтобы не возвеличилась слава Всевышнего, как он понимает, он не хочет служить Всевышнему, не хочет возвеличивать его имя, хочет пойти за другими богами, за богами Ашура. В ответ Ишаягу ему говорит, что будет знак, который Всевышний Царм даст, это родится ребенок, имя которого будет Иммануэль. Когда у Ишаягу рождается ребенок, мы видим, что ему повеление назвать его Махэр Шалан Хижбаз, что добыча будет быстро расправлена, таковое имя должно быть ребенка. И Бедраш нам говорит, что у ребенка два имени. Одно указывает на быстрое происхождение событий, на быстрое падение Арама, по крайней мере, а второе имя указывает на то, что Всевышний спасет от Ашура и что он будет со своим народом. И это значит, что будет великое чудо, когда непобедимое войско будет повреждено Всевышним. Это имя Иммануэль, сын Ишаягу, который рождается у него. Чудо, которое было под Ирушалаймом, это величайший момент нашей истории, который не отрицает никто, не отрицает даже историки. Скажем, можно сказать, что с исторической точки зрения можно говорить, Ишаял говорит о том, что прошел ангел по стану Ашура и погибли 180 тысяч. Историки говорят, что была какая-то болезнь, которая унесена 180 тысяч. Бог с ними на здоровье, если они не могут поверить в силу Всевышнего, но сам факт гибели 180 тысяч и то, какое влияние это произвело на весь мир, это чудо, это историки не отрицают. Мы с вами к этому моменту будем возвращаться несколько раз, потому что пророчество о чуде под Ирушалаймом и о его последствиях и о самом царе, который поднимется на престол след за Ахазом о праведном царе Хискиягу, это центральный момент книги Ишайя. Забегая вперед, можно сказать, что след за Ахазом правед Хискиягу, праведный его сын, праведный царь, и это имя Иммануэль, если оно является как бы знаком, то оно является знаком, то оно может указывать и на самого Хискиягу, на праведного царя, благодаря которому, благодаря слуму которого происходит величайшая величайшая сила чуда, то есть Иммануэль, в каком-то смысле, может быть, отнесено к самому Хискиягу, что ребенок, который рождается, он назван Иммануэль, но он является знаком, знаком того, что будет царь, благодаря которому Бог будет с народом. И если мы немножко представили себе, разобрались с этим, что Ахаз отказался от знамения, а Всевышний дал знамение или, можно сказать, предсказание через имя ребенка, то мы можем сдвинуться дальше здесь. Как бы рассказывается дальше, развертывается имя Иммануэль или поясняется, с чем это имя связано. Масло и мед будет, он есть, сам научится испытывать отвращение козлу и выбирать добро. Масло и мед будет он есть. Почему масло и мед? Здесь есть очень много разных моментов. Прежде всего, здесь сказания о том, что после нашествия Сан-Хирива, о котором мы сейчас будем говорить, о котором мы уже видели, оно называется потопом, Сан-Хирив разорил 48 городов в Иудее, после того, как произошло чудо иудея, свободный от Ашура, и после такой войны разрушительной обычно бывает голод, бывает трудное время. здесь предсказания о том, что народ не будет голодать, правда, урожай эти войска вытопщат и разграбят, но скот, который скот, они не успеют разграбить, и скот будет пастись на свободной земле, и у всех будет масло, и будет мед, который земля будет давать, мед, который будет благословением для сыновей Израиля, также и большие средства, которые останутся от Ашура, и уважение народов, которые станут свидетелями этого чуда, они помогут сыновьям Израиля пройти эти годы, или год, или два, которые должны были быть голодными годами, они помогут им пройти благополучно, и масло, и мед будет есть, когда ребенок, которым он родится, еще он будет маленьким, да, вот, масло, и мед он сам научится испытывать отвращение к злу, и выбирать добро, дело в том, что, скажем, у этого имени Мануэль у него есть несколько моментов, да, ребенок родится, он будет еще, он будет еще маленьким, ему будет, ему будет меньше двух лет, когда Ашу, когда Ашу разгромит Дамесек и Арам, да, вот, но еще у него есть это имя, Эммануэль, оно указывает на падение Ашура, и вот после Ашура будет благополучие в стране, но прежде чем научиться юноше испытывать отвращение к злу и выбирать добро, покинута будет та земля, которой ты боишься из-за двух царей ее, да, то есть Эммануэль, вот он сейчас еще родится, да, и когда он будет совсем маленьким, еще не понимающим разницу, не боящимся сунуть руку в огонь совсем маленький ребенок, потому что он не различает между добром и злом, да, и чем раньше, чем он подрастет, этот ребенок, оба царства прекратят, оба царства прекратят существование, наведет Бог на тебя и народ и на дом отца твоего, никаких не бывало со дня отделения Ефраема от Иуды, потом, после падения этих двух царств, да, придет Ашур, и его нашествие, оно будет как наводнение. В тот день обреет Бог бритвую, взятый вдов, в ту сторону реки царем Ашура, голову и волосы, ног и даже бороду она снимет, Ашур разорит страну, а потом и будет и будет в тот день после чуда будет кормить человек телец и двух овец и будет изобилие молока и будет есть масло и его масло и медом. Тут трудно представить себе все подробности, но опять же предсказание о том, что после вот этого нашествия Ашура, после того, как он мочит всю страну, тем не менее останется скот и люди не будут испытывать голода. я не хочу давать все детали, иначе мы с вами здесь увязнем в деталях, а мы с вами пойдем дальше. Единственное, может быть, что забегая немножко вперед, мы с вами отметим те исторические доказательства, чудо, которое произошло под Иерушалаймом. Во-первых, мы можем представить что начинается с 1561 года до этой эры правит Хискияус и Нахаза, о котором мы с вами обязательно подробно поговорим. И на четвертом году его правление окончательно пало Северное Царство, которое уже не представляло опасности и для Нахаза после двух нашествия Ашура в 561 году начал править Хискияу, на 4-м году его правления пал Шамрон, и Северное Царство прекратило свое существование. Затем на седьмом году правления Хискияу, Санхирив, вторгся в страну. Он разрушил 48 городов и осадил Лахиш и захватил Лахиш. в его столице Нинвей, в столице Ашура, Санхирива, во дворце царей, есть большая таблица, таблица, как сказать, полотно, рельеф, наверное, или, скажем, рельеф, который изображает осаду города Лахиша. Все 48 городов Санхирив перечисляет на своей стеле, которая хранится в Британском музее, на имена всех 48 городов, и особенно он хвалится тем, что он захватил Лахиш, город, который очень сильно укреплен, но среди перечня всех городов, захваченных Санхиривом, нету Иерушалайма. Он концентрирует свое внимание на Лахиши, на осаде Лахиша, и огромные, так сказать, как мы сегодня сказали, полотна в его дворце изображают осаду Лахиша и падение Лахиши. Здесь есть самые разные детали. На этом полотне мы видим обороняющихся, которые обороняющихся сыновей иуды, которые стреляют, мы видим факелы и камни, которые не бросают на штурмующих. Есть штурмующие, которые подходят к городу под защитой какого-то сооружения на колесах, какой-то штурмовой башни, они перекидывают на стены мост, по которому они будут подниматься, штурмовать город. Здесь из города выходят уже, наверное, позже падения города, надо понимать, выходят пленные и выходят пленные и здесь мы даже можем отметить, что на Сан-Хериме и на его войско произвело большое впечатление плодородия земли Израиля, здесь отображена виноградная лоза, это как бы эти таблицы сегодня также находятся в британском музее, они были вывезены из Нен-Ве, когда они были обнаружены, англичанами были вывезены в британский музей, и здесь пленные склоняются перед царем, перед Сан-Херимом, и евровые начальники приходят и докладывают о захвате земли Израиля и приводят к нему пленных, здесь есть масса-масса деталей, здесь прямо работал настоящий художник, который изобразил быков, которых выводят из города, они тоже были в посаде, у них видно ребра, то есть быки тоже голодали в осаде, и здесь есть очень интересная деталь, все все эти стелы, все эти блоки рельефов, они практически абсолютно целые, и только лицо Сан-Херима, которое всегда на древних изображениях изображено больше всех, только лицо Сан-Херима, оно испорчено, и видно, что оно испорчено ударами топора. Это также соответствует нашей традиции. Сан-Херим по книге Шаягу по Минрашим он не погиб во время этого чуда под Иерушалаемом, когда пало его войско, он бежал в Нен-Ве или один или с остатком каким-то небольшим людей, и он начал править вновь, восстанавливать свою страну, но он хотел принести жертвы, чтобы спастись от Бога Израиля, который погубил его войск, он боялся, что он погубит его самого, и он хотел в жертву своему божественному строку принести своих сыновей, сыновья, когда узнали об этом, им, конечно, это мало понравилось, они убили с него сын Хилиба, и бежали в Мидию, два старших сына, которых он собирался принести в жертву, начал править его младший сын, жертву, и мы можем представить себе, что по дороге убегая, как можно себе представить, на бегу, они размахнулись топором и ударили по лицу своего отца, которого они ненавидели, который собирался принести жертву божеству на сроку. Так что у нас есть документальные подтверждения чуду и всем тем деталям, которые описаны в книге Жаяу и в Мидрашим. Мы с вами пробираемся дальше, если нет пока никаких вопросов, еще несколько моментов, и мы с вами остановимся, чтобы можно что-то обсудить. И сказал мне Бог, возьми себе большую таблицу и напиши на ней понятными буквами торопится полчаса Ашура на добычу спешат на грабеж. То есть так же, как Всевышний велел дать имя сыну, так же он велит записать это на таблице. Что здесь происходит? Здесь происходит очень интересная вещь. До сих пор Ахаз как-то еще держался, он выбирал путь, он не встал на путь откровенного действия, но сейчас Ахаз пишет письмо в Ашур, и как мы с вами говорили, он пишет царю Ашуру, я твой сын и раб сын, то есть он принимает на себя все божества, которые есть в Ашуре, готовные насаждать культуру Ашура, проводить их политику, сын, и с этого момента начинаются страшные вещи в Ярушалае, он проводит своих сыновей во имя Молыха, один из этих сыновей, которых он проводит во имя Молыха, это Хискиягу, его мать натерлом жиром ячерице саламандры, и таким образом он спался, я понимаю, что это может быть легенда и, скажем, агодическое такое представление событий, сламандры тоже такая ячерица мифическая, больше, чем реальная, но, тем не менее, скажем, можно представить себе, что Хискиягу спасся из огня и спасся молитвами матери, скажем, да, вот, и, естественно, что сына Ахаза, который начал править, потом, после него, он ненавидел зубоконство, ненавидел Молыха, это можно себе очень хорошо представить, да, и каким образом вырос праведный сын Ахаза тоже может задаться таким вопросом, и ответ здесь, что на него большое влияние оказал Ишаягу, который оставался при дворе, не был никуда изгнан, и при дворе и двукоконника, он не мог пророчествовать, а мы об этом, мы это с вами видим, это переходный момент, как бы, свытье, о котором стали говорить, да, пророчество будет запрещено, пророки будут преследоваться, уже начинают преследоваться пророки, да, и то, что, а как пророчествовать, как возвеличить имя Всевышнего, как показать людям, что то, что предсказал пророк, оно сбудется, да, возьми, запиши, когда можно будет, покажешь людям таблицу, покажешь людям, что ты заранее предсказал падение, падение Домесика и Северного Царства, вот, и в этом пророчестве, как мы с вами также говорили, есть намек на быстрое падение, мгновенное падение Ашура, пока покажешь людям, что это было записано заранее, предсказание о моментальном исчезновении врагов, врагов Израиля, да, и возьму я себе свидетели верных, свидетелей верных, Урию, Кагена и Схарию, сына Еврахияву, Еврахияву, слово врага, Еврахияву, то есть, мало того, что я напишу, да, чтобы мне, вот, я возьму еще свидетелей, которые засвидетельствуют, что я записал это задолго до тех событий, которые произошли, да, то есть, мы чувствуем, как бы, изменение времени и приказ Всевышнего и такое настойчивое желание пророка возвеличить имя Всевышнего, чтобы сказать, чтобы сделать, скажем, убедительным или доказательным то, то, что предсказания были сделаны до этих событий, да, потому что прежде чем этот юноша научится говорить «отец мой», «мать моя», понесут богатство на Мессахе и добычу Шамрона перед царем Ашура, то есть, сейчас родится ребенок, у него два имени, я напоминаю, одно имя это быстро разграбят, второе имя Эммануэль, да, и вот он еще будет совсем маленьким, когда уже из Дамесака Ашур вывезет всю добычу, забоевав Арам, да, и продолжал бог говорить мне, еще сказал за то, что этот народ отверг воды Филоха, текущей и тихой, и радует цароценную сыну Рамбаньяву, за этого бог поднимает на них водойки мощные и обильные царя Ашура и всю слабую и поднимется он из русла своего и совсем выйдет из берегов своих и пройдет и набоднит ее, как вода поднимается дошей и дойдет и будет размокрылив его царя Ашура во всю ширину страны и Мануэль. Мы уже представляем себе о чем это речь и мы понимаем, что опустошение Иуды оно не случайно это наказание это наказание народу за то, что так же как Ахаз они не верят не верят Всевышнему это не весь народ это часть народа но как мы знаем когда речь идет обо всем обществе то часто достается всем одним потому что они такие не верящие во Всевышнего не верящие в его чудеса а другим потому что они не смогли не смогли как бы возобладать над ними закрыть им рот установить твердую установить людей которые верят во Всевышнего и если наказание несут все значит это было возможно и в чем это наказание наказание в том что в Ашур проходит по всей стране бедствие разрушение это наказание всему народу за неверие во Всевышнему за желание пойти вместе с этими двумя царями отказавшись от дома Давида с которым Всевышний заключил союз что цари всегда будут из дома Давида остановлюсь я хочу вас спросить только напомню что речь идет где-то о 568 примерно 567 годе до этой эры с 561 года начинали править Хискияву теперь пожалуйста я готов выслушать ваши вопросы мы сейчас остановим Шея я вижу все ваши квадратики пожалуйста если кто-то хочет спросить то я буду рад а в чем значение имени Эммануэль когда-то в испанской балладе мы читали у Фихтвангера в Украине собиралась назвать сына Эммануэль потому что она считала что это имя Машеха здесь я постараюсь еще раз еще раз объяснить то что я понимаю скажем имя здесь можно говорить что Эммануэль это имя Машеха может быть можно говорить но только упаси Бог не как христиане так как это реодившись ребенок является знаком и знаком событий которые будут происходить в ближайшее время и один из моментов на которые указывает это имя то есть ребенок родился у него есть имя но он сам по себе такой знак ходячий то есть это имя не относится не столько к нему может быть он человек праведный наверняка даже человек очень праведный но это имя Эммануэль относится не столько к нему оно указывает на на период на период правления царя Хискиягу и в каком-то смысле на самого царя Хискиягу про царя Хискиягу говорится Трайтатисан и Грин что Всевышний не хотел сделать Хискиягу Машиахом а Санхирива хотел сделать Гогом из страны Магог в том смысле что Всевышний не хотел если так можно сказать использовать этот момент для того чтобы начать совершенно новый период истории но не получилось еще одна упущенная возможность в этом смысле имя Эммануэль указывает на праведного царя конкретно на царя конкретно на царя Хискиягу через которого пришло спасение спасение могло быть окончательным и тогда раз это спасение не стало окончательным есть еще впереди события которые будут происходить есть еще впереди праведные люди есть еще человек праведный через которого придет спасение и это имя Эммануэль может указывать на него может указывать на на будущее то есть три момента здесь мы видим Эммануэль это то что Бог с нами со всех народом со всем народом Эммануэль относится к самому Хискиягу благодаря которому происходит чудо Вирушалайами и Эммануэль указывает на на будущее на завершение скажем на завершение тех чудес которые не произошли не состоялись полностью в период правления Хискиягу вот это то что можно сказать Эммануэль с нами с нами Бог вот скажем у Машиаха как мы знаем есть много других имен говорят что в Талмонке говорится что Машиах родился в тот момент когда был разрушен храм и так далее все это указывает на то что скажем Машиаха с Машиахом трудно связать какую-то конкретную личность что есть много моментов истории много поворотных моментов которые должны в конечном итоге привести к спасению еврейского народа это то что я могу сказать то что я здесь понимаю то есть еще раз через события того времени через события того времени к самому Хискиягу и через него к будущему если кто-то хочется еще спросить то пожалуйста могу пытаться ответить здравствуйте спасибо за урок я хотел такой вопрос спросить царь отказывается от знамения но Цивишний почему-то ему дает его несмотря на то что он отказывается в чем смысл он ему другое дает дает другое знамение знамение такого плана по крайней мере как мы понимаем задним честом то есть логика она такова это хорошо что вы спросили это действительно нужно было бы обсудить логика такова ты не хочешь знамения ты не хочешь знамения но в конечном итоге ведь дело не только в тебе дело во всем народе дело в каких-то да путях всевышнего которые он прокладывает через историю да вот не хочешь знамения вот тебе знамение такого плана ты здесь злодействуешь ты отказываешься от знамений вот тебе знамение что после тебя на престол поднимется праведный царь праведный праведный человек вот и имя его будет Эммануэль которое будет указывать на то что в в его время произойдет чудо ты отказался от чуда ты не захотел чуда как будто не захотел знамений не захотел чуда как будто ты можешь решать что будет происходить вот тебе вот тебе знать вопреки как бы твоему пониманию вопреки твоему старанию отказаться от идти путями Всевышнего вот тебе знать что Всевышний что после тебя поднимется праведный царь Всевышний все равно сделает чудо сделает чудо в его заслугу не для тебя ты здесь можешь надействовать сколько хочешь да а за тобой придет праведник и в его заслугу Всевышний сделает чудо ну вот примерно такая логика этого да этого знака да вот ты не хочешь я тебе все равно запишу запишу на бумагу что будет то есть понятно что этот знак не только для Ахаза может быть даже не столько для Ахаза или может быть и для Ахаза тоже но и для всего народа что злодейство оно не имеет значения не имеет значения по крайней мере в данном случае что путь истории пойдет так как его начертался пришли я очень рад вопросом потому что я понимаю что я что-то упустил не объяснил вы поймали ухватили и мы можем с вами обсудить и обсудить поговорить да вот окей есть что-то что еще хочется спросить если нет вопросов то я хочу всех поблагодарить за внимание еще раз подчеркнуть что темы которые мы с вами обсуждаем они очень очень важны в конечном итоге мы изучаем нашу историю наша история отличается от истории других народов тем что она так сказать наполнена божественным присутствием наполнена чудесами и наполнена теми уроками теми уроками моральными нравственными которые мы вытаскиваем из пророков так что это дело очень 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 дело важное я бы сказал я без преувеличения вижу в наших занятиях по крайней мере в попытке проникнуть в тексты пророков не что иное как возвращение национального достоинства нам с вами потому что ну какое национальное достоинство когда ты не знаешь собственной истории хорошо большое большое спасибо вот и я уже жду следующих встреч с вами опять же если что пишите на почту может быть на почту для меня самое удобное я постараюсь отвечать окей все тогда всем спасибо Равзеева спасибо пожалуйста спасибо большое большое спасибо пожалуйста пишите на всех каналах где вы нас видите включая мейл Равзеева либо мой окей всем счастливо и пока спасибо всего пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok